Спортивные события номер один – Олимпийские игры. Конечно, требуют особого подхода и усиленной подготовки. С этой целью наша мужская сборная по волейболу отправилась на сбор, где сейчас упорно трудится, оттачивая игровое мастерство перед Лондоном. Команда обосновалась специальным спортивно-оздоровительным комплексом «Волейград», что в поселке Витязево, недалеко от Анапы. Не считая базы в Новогорске, в России не так уж много хороших центров для подготовки спортсменов. И именно «Волейград» превратился в тренировочную базу для нашей команды. Впрочем, есть здесь все необходимое и для спортсменов, представляющих другие виды спорта, например, пляжный волейбол. Сам комплекс был построен в 2007 году по инициативе и на средства Всероссийской Федерации Волейбола и назван в честь знаменитого волейболиста Юрия Сапеги. Потому было принято решение организовать сборы именно здесь. Ведь в Лондон наша команда поедет с большими амбициями, а помешать ей добиться высоких результатов могут сразу несколько серьезных соперников. Главный тренер Владимир Олегович считает, что стоит опасаться Польши, Бразилии, Кубы, Аргентины, Италии и, возможно, некоторых азиатских команд. По словам наставника, ребятам есть над чем работать. Главный тренер недоволен формой подопечных. Сказались в том числе и многочисленные травмы. Форма, в общем-то, понятие такое относительное. У меня есть еще время привести форму. Другой вопрос, что травмы от них не избежать. Сегодня очень не хватает Тараса, которая находится в стадии восстановления. Как это будет выглядеть дальше, пока большой вопрос. Сейчас Тарас Хтей тренируется по индивидуальной программе. Недавняя травма пока не дает ему использовать свои возможности на 100%, чего ему, конечно, как любому спортсмену, очень хочется. Чувствую себя отлично. Нога тоже ведет себя, как планировалось, потихонечку останавливаюсь. Каждый цикл он тренируется, чтобы процессом становится полегче. Занимаюсь где-то еще на группе. Тренируюсь уже с общей группой. Может быть, еще не в полную меру прыгаю, но в какое-то время не планирую начать уже прыгать. А в целом у сборной график далеко не простой. Уже в 8 утра зарядка на пляже, на холодном пока еще песке и под неприветливым майским ветром. Лето сюда пока не пришло. Регулярные тренировки тоже отнимают немало сил. Занятия, на которые были приглашены журналисты, длились целых 2,5 часа. Только сейчас определенная работа началась, когда приехала основная группа игроков с Японии. До этого мы больше в упор делали на физическую форму. Так что только сейчас начинаем сыгрываться немножко. Я думаю, что даже через 3 недели первые игры в составе основного в Доминиканской республике все равно будет далеки от идеала. Так что к главному старту ребятам еще предстоит наладить игровые связи и подправить технику. И тогда на Олимпиаду можно будет ехать смело и с уверенностью в своих силах. Наталья Сломатина, Динар Бурнашев. Чемпионат ТВ.